И всем привет, с вами Ростик Суш. Сейчас я расскажу про Лордсов Плотериан. Будет много всего интересного, а также розыгрыш 5 долларов токена НИР. Начинаем! А чтобы получить 5 долларов, напиши лучшую игру в крипте, которую ты играл, как на ней заработал, или может какие-то мувы, как ты потерял много. В общем, я выберу самую интересную историю, и он выиграет 5 долларов в НИР. Такс, надо еще подписаться на мой Телеграм-канал, и Телеграм НИР Геймс, все ссылочки будут в описании. Такс, у меня будут итоги в моем Телеграм-канале, там у меня много рубрик, например, заработок с нуля, где я уже заработал 380 долларов, не делая ничего сложного, и так может сделать каждый. Такс, Лордсов Плотериан, это мобильный плей-то-еарн-баттл на НИР от Геймспак. Кстати, про Геймспак у меня уже есть видео на канале, там я рассказал, что такое Геймспак, зачем он нужен, ну и так далее. Если вкратце, Геймспак это игровая платформа, объединяющая компоненты GameFi и DeFi для игры в крипто-игры и торговле игровыми NFT. Ссылка на полный обзор в описании. Вообще, у меня много роликов про НИР, если что, заходи в плейлист НИР. О лордах Лотерии. Что такое лорды Лотерии? Где вы можете получить токены Лордсов Лотерии? Кто инвестировал в Лордсов Лотерии? Чем Лордсов Лотерии отличается от других проектов? Такс, когда была найдена Великая Древняя Руна, это стало огромным открытием для всего мира, так как в ней заключались тайны и блага Древней Цивилизации. Руна была разбита на сотни тысяч частей, и ее невозможно было прочесть. Тогда все самые смелые жители мира решили отправиться на поиски осколков древней руны, чтобы собрать ее воедино и раздать богатство руны всем жителям Лотерии. Теперь им предстоит пройти долгий путь в поисках осколков рун, провести много времени в боях, создать новые руны в порталах, торговать ими и все это для того, чтобы собрать их воедино. Геймплей. Основной игровой процесс основан на многопользовательской механике полуавтоматического PvP в реальном времени. Подбор игроков основан на ранге игрока, армии и специальных предметах и параметрах. Во время битвы игроки могут применять усиление руны к персонажам, чтобы влиять на их параметры, наносить урон или лечить юнитов, ну и так далее. Победитель получает награду в зависимости от типа биты, кампании, арены или турниры. То есть, Лордс оф Лотерии уточен под PvP. Это мне нравится и в целом многие PvP игры более интересные, чем другие жанры. Предметы NFT. Герои. Есть 5 рас. Герои земли, огня, ветра, воды и эфирных рун. Они делятся по редкости в зависимости от их навыков и способностей к прокачке. Руны. Это силы, разделенные по расам и их способностям, которые можно применять героям. Каждая руна существует у 5 разных рас и оказывает большее влияние на каждую конкретную расу. Такс. Руны зарабатываются в режимах PvP. Владыки. Есть 5 рас. Герои земли, ну ветра, воды я тоже говорил. Они делятся по редкости в зависимости от навыков и способностей к прокачке. Так и номика. Выиграть, чтобы заработать. Почему мы играли в игры до появления Playteor? Не заработать, а сначала получить новый опыт, добиться результатов, получить радость от победы, развлечься. Lords of Loteria дает вам геймплей в первую очередь. Вы играете, прокрессируете в игре, добиваетесь результатов и соревнуетесь с другими. Ваши усилия вознаграждаются жетонами. У Lords of Loteria есть дискорд канал и твиттер. Все ссылочки будут в описании. Lords of Loteria должен выйти этой осенью и будет доступен в Apple и Google Play. Такс. Игра построена на Unity. Unity это межплатформенная среда разработки компьютерных игр, разработанной американской компанией. Ну это понятно. Такс. Также игра на Nier. Главное в ней протокол это платформа смарт-контрактов с отыдным исходным кодом и высокой пропускной способности, то есть очень быстрое исполнение транзакций и очень дешевая цена комиссии. Так. Сыгра интересная. У меня могут быть некоторые ошибки, надеюсь, не критические. Если что, можете меня поправить в комментариях. Напоминаю про конкурс. И всем удачи, спасибо за конструктивную критику и лайки там в комментариях.